доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа давайте взглянем что происходит нас по рынку перед вами валютная пара евро доллар и у нас появилась интересная опционная конструкция это именно коридорчик опять коридорчик из недельных опционов с экспирации 24 июля это означает что с высокой долей вероятности цена до 24 июля но конкретно получается у нас 27 июля будет так как 24 число это будет пятница цена у нас будет оставаться зажата вот в этом коридорчик конечно не исключены какие-то ложные выпады в любую из сторон но возврат в коридор высоко вероятен что мы сейчас можем наблюдать мы сейчас можем наблюдать интересную картину у нас был опциончик с экспирации 20 июля то есть экспирации в понедельник у нас вчера закрылся и мы наблюдаем от этого опциона наблюдали от этого опциона реакцию рынка видим цена подходила к данному опциону и рисовала очень такие хорошие длинные хвосты далее произошел захват ликвидности как я его называю и последовало хорошее снижение вниз ну и тут цена уже напоролась видимо на поддержку не дотянув до этого опционе сейчас мы можем наблюдать опять такой фантомный эффект бывает у опционов то есть за счет чего вероятно всего создается за счет прошлой реакции то есть вчера крупный игрок набирал позиции на продажу то есть хеджер от этого опционами набирал продажу и сейчас биржевая толпа биржевые участники видят что данный уровень у нас имеет какую-то силу и на этом уровне у нас выстроилась и ликвидность который происходит продажи возможно же что здесь и по некоторым признакам очень похоже что здесь закупался крупный игрок ну то есть какой-то банк хедж фонд кто-то еще крупный и поэтому сейчас защищает удерживать рынок то есть лимит ордерами подкладывая лимит ордера не дает рынку пробиться выше этого уровня ну и скорее всего на этот самый случай был припасен еще и вот этот страховочный вариант то есть если цена пробивает данный уровень то здесь вновь будут ее пытаться тормозить и опрокинуть цену вниз поэтому присматриваемся к данной области это у нас получается область 114 40 данного то 114 начиная с 114 40 и 114 76 но и выше на то есть вот эта область у нас будет хорошим местом для поиска именно продаж поэтому следим за рынком как раз здесь сейчас обрисовывается интересный уровень сопротивления но и с максимальными целями как уже обозначал это коридор противоположный опцион чек спираться 24 июля один 1370 откуда то есть здесь у нас находится и область 95 процентов вот это зеленая область от которой также высоко высоко вероятно что цена будет от нее отскакивать поэтому на этой неделе можно работать на продажу и здесь соответственно искать покупки и вообще по опционным уровнем можно работать как сейчас проведу мини-мини тренинг то есть смотреть за реакции цены как она реагирует на данный уровень и соответственно мы можем уже в дальнейшем определять стоят ли за данным уровнем хеджеры если здесь деньги терминал глючит не дает сдвинуть вот наблюдаем например такие вот ситуации смотрим вот у нас имеется опционный уровень здесь важно понимать что любой уровень таки опционный уровень это не конкретно какое-то число до которого должна дойти цена это некая область вот тот уровень ценовый уровень который указан на графиках в шаблонах это последняя котировка по которой торговался данный опцион перед закрытием последняя котировка не факт что хеджеры покупали опцион именно по вот этой котировки именно по этой цене то есть имеется у нас strike и имеется точка безубыточности . безубыточности это выгодная точка где можно хеджироваться то есть в этом случае вы уже ничего не теряете если цена уходит против вас но точно также мы этого достоверно знать не можем от страйка и до вот этой точки безубыточности по последней котировке крупный игрок хеджер мог вот в любом этом расстоянии закупиться данным опционом то есть цена могла быть к примеру и на этом уровне и на этом уровне то есть не цена а стоимость стоимость опциона поэтому если мы в какой-то области допустим может чисто брать областью 20-30 пунктов до примерно столько стоит недельные опциончики которые опционы идут с экспирации на следующий месяц например опционы типа обозначение ойл 2 и вы там пишется с экспирации допустим 8 декабря 8 декабря что-нибудь такое то вот они могут уже стоить по 50 60 и более пунктов но недельные опциончики стоят подешевле 20-30 пунктов поэтому вот в этих пределах пределах 20 пунктов когда цена входит в эту область можно смотреть за реакцией самой цены на часовых или 30 минутных графиках если появляются у нас такие вот хвостатые свечки которые нам говорят о том что пытались пойти вверх но цену отбрасывают внизу появляются длинные хвосты сверху для опциона в кол то это говорит о том что здесь действительно есть деньги этот опцион хеджат и продают поэтому можно искать продажи и цена имеет какую-то реакцию то есть как минимум без убыток дают переносить довольно таки часто далее при повторном подходе вот как здесь мы видим что мы здесь видим что цена подходя к этому уровню уже не имеет длинных хвостов вверху а имеет длинные хвосты снизу это говорит о том что цену пытались уронить пытались уронить пытались уронить но как она закрывалась цена закрывалась вверх то есть уходила вверх и здесь уже проторговали это признак того что цена может пойти дальше вверх то есть сломали оборону продавца значит жди похода вверх как минимум реакцию можно смотреть до следующего уровня опционов где предположительно могут быть хеджеры с крупными деньгами и вот появляется у нас недельный опциончик помните на один день но мы его с утра не видели увидели где-то во сколько в часов 8 по терминальному времени то есть рынок был где-то здесь мы этот уровень провели и увидели что на азиатской сессии была нужная нам реакция поэтому что можно искать продажи если например открывали здесь то да здесь нас вынесло бы по стоп лоссу но в дальнейшем цена наткнулась на следующий уровень и мы опять видим появление хвостов вот это вообще замечательный бар свечка с длинным хвостом свеча вниз победа продавца это так называют захват ликвидности именно в хвосте захват ликвидности вынесли тут по стоп лоссам набрали ликвидности и пошли вниз смотрим до куда пойдут вниз как минимум до прошлого опционного уровня какой бы он ни был тем более здесь мы видим что у нас здесь замечательно сопротивление теперь может что он здесь превратится в поддержку соответственно то есть на опционных уровнях нужно смотреть уже реакцию рынка как она ведет себя на вот этих уровнях вот примерно таким образом можно отслеживать опционные уровни следить как они работают вот пожалуйста следующая картина у нас вот тот самый уровень который превращается из сопротивления в поддержку видим появление хвостиков длинных пин барчики соответственно можно искать покупочки переходить например на какие то меньше таймфреймы ну или там по своим стратегиям вот таким вот образом я помню эту ситуацию я отторговывал на покупку то есть если здесь перейти на меньший таймфрейм это 17 июля будет то мы здесь увидим захват ликвидности как раз я от этого уровня вставал то есть ожидаем тренда вверх видим резкий рост от уровня свечки и далее хвост вниз с победой свечка закрылась медведем но победа покупателя здесь имеется так как закрытие произошло верхней трети свечи если свечку разделить на три части условно на три части и поделить первая вторая третья то закрытие верхней трети произошло то есть победа покупателя можно открывать покупочки именно здесь я и открывал покупочки вот таким вот образом можно использовать опцион на уровне теперь мы с вами что наблюдаем теперь мы с вами наблюдаем что у нас как уже говорил только что цена вновь подходит к уровню имеет длинные хвосты вчерашний тест опрокинулись вниз ретест опять с длинными хвостами и на мелких таймфреймах это часовой фрейм на более мелких таймфреймах например на 15 минутах можно будет понаблюдать например того же самого захвата ликвидности да с длинным хвостом только уже это будет пример вот такая свечка и открываемся стоп лосик и пошли с максимальной целью до 24 противоположного уровня по цене 1370 вот такой вот мини курс и такие сделочки скриншотики я выкладываю в своей группе telegram доступ в нее бесплатно то есть когда открываю сделочку сделочку сейчас покажу вот сегодняшняя ситуация по еврику открываю сделочку написал открыл продажу потому что здесь ретест с поглощением да происходит четырехчасовой фрейм признак крупника то есть расписываю по каким причинам я здесь вижу ту или иную позицию и выкладываю скриншотик в группу вот сегодняшний австралик он уже правда отработался в стоп-лосс но австралик чуть разберем позже я здесь поспешил открыть продажу хотя вот четко видел что австралик у нас может сходить за вот этими стоп-лоссами в начале вот этими неотработанными жирными стоп-лоссами австралик может сходить и только потом уже можно искать продажи опять же например по тем же самым захватом ликвидности как вот это вот к примеру свечка то есть напомню еще раз падение с длинным хвостом к тому же у нас на рынке много покупателей их очень много покупателей накопилось пора бы их раскулачить то есть пойти вниз пойти вниз и стоп-лоссы вот они жирные стоп-лоссы покупателей ну хотя из них уже часть могла и перенести без убыток если посмотрим расстановочку стоп-лоссов ну вот они такие вот фрактальчики да вот здесь могут находиться стоп-лоссики часть стоп-лоссов что естественно после этого прорыва могли стоп-лоссы сюда под этот вот локальный минимум перенести ну и вот они идут жирные стоп-лоссы в этой области то есть падение можно видеть падение ожидать падения вот в эти области это 0,7 и 0,69 50 далее британский фунт по британскому фунту у нас цена дошла до верхней границы рынка хороший признак разворотов видим реакцию рынка рисует длинный хвост ну это пока что еще до закрытия полчаса 25 минут ситуация может измениться но видим что реакция на по крайней мере сейчас реакция есть на этот уровень на верхнюю границу рынка здесь же у нас и рядышком 95 процентная область от которой тоже можно искать замечательные сделочки на продажу поэтому смотрим сделки на продажу по британцу в ближайшее время по крайней мере сегодня можно смотреть сделочки на продажу хотя бы интродейна а если к завтрашнему дню нарисуется или в последующий день нарисуется среднесрочный разворотный паттерн то можно будет искать сделки и на продажу среднесрочно с целью на 22 фигуру на уровне 1.22 это примерно 400 пунктов хода кстати такие рекомендации тоже даю в группе телеграм но это закрыта группа про маркет даю такие рекомендации тоже со скриншотиками с ожиданием направлений с объяснениями что к чему куда ждать а вот по фунту например так что welcome все ссылочки в описании под этим видео далее австралийский доллар мы только что рассмотрели австралийский доллар когда идут лишние уберу вот экспериментирую с некоторыми индикаторами и насколько я уже понял давно это понял и сейчас в лишний раз убеждаюсь что индикатор это лишь дополнительный инструмент для определения может быть более точных точек входа либо как дополнительный инструмент подтверждающий что здесь или или там можно входить или пока что подождать и так австралийский доллар у нас подбирается 95 процентной области у нас была перестроена верхняя граница рынка открывая тем самым дорогу австралийцу в дальнейший рост и я австралийк жду за пределами верхней границы рынка вот на эти уровни второго порядка 0.7120 0.7160 они являются предпоследними пограничным за их пределами у нас больше ничего нет никаких крупных ожиданий поэтому возможно что все таки цена доберется хотя бы как минимум до верхней границы рынка либо до предпоследнего уровня второго порядка потому что мы помним как я говорил по евро что у нас премия опционная премия на вот такие опционы месячного типа может стоить не 20 пунктов а все пунктов 50 60 пунктов поэтому вполне может быть что данные опционы покупали не вот конкретно на этих ценовых уровнях а где то ниже поэтому начиная с области 95 процентов можно смотреть продажи продажи именно для этих опционов ну естественно чем ближе цена будет к ним подбираться тем будет сигнал более надежным и нужно смотреть реакцию рынка как цена будет отрабатывать данный уровень у нас у нас имеется вот еще один уровень какой-то давний опцион давно стоит посмотрим что за опцион вот очень уж давно появился да он с экспирации 4 сентября появился еще в марте давно его ждут и вот цена к нему подбирается как они просчитывают рынок так далеко это для меня загадка но тем не менее работают работают уровни и мы по ним тоже можем работать по австралийцу что еще можно сказать австралий вот у нас подбирается вот здесь мы видим скопление большое скопление стоп ордеров стоп ордера это скорее всего могут стоять именно стоп лоссы продавцов поэтому как раз вот цена какая у нас здесь цена 71.00 70.70 как раз вписывается в наш опционный прогноз в наши опционные ожидания что цена здесь будет разворачиваться это хорошее место что цена доходит до вот этих стоп лоссов а стоп лосс это будет ликвидность для крупных игроков чтобы набрать позиции именно на продажу если посмотреть лимит ордера ну вот здесь же и располагаются в этих областях вот пошли лимитники да лимит ордера на продажу и да тут достаточно хорошее скопление и от этих лимит ордеров цена как правило имеет тоже реакцию имеет шанс на отбитие поэтому все складывается в единую кучку вот наблюдаем за австралийцем на продажу канадский доллар по канадскому доллару кстати сегодня как раз в группе телеграм была рекомендация искать покупочки вот от этих уровней давайте посмотрим австралийк канадец да вот она рекомендация искать покупочки по канадскому доллару вот мы видим у нас цена доходит до уровней хороший хвостик и хорошая реакция на вынос но вот этот хвостик вверху меня пока не устраивает буду ждать видимо здесь какая то идет сейчас завязалась борьба идет какая то пока что неопределенность рынка будем наблюдать но реакция реакция хорошая но не исключено что цена может дойти и в зеленую область 95 процентов уровень второго порядка у нас имеется до него у нас на 26 пунктов поэтому вполне возможно что где то крупные игроки деньги крупных игроков были именно где то на этих уровнях так как это у нас опцион месячного типа поэтому наблюдаем если еще будут у нас попыточки тут пока неопределенность да то есть у нас хвост сверху хвост снизу достаточно большой то есть идет борьба медведей и быков пока неопределенность если будут еще рисоваться хвостики то это замечательное подтверждение того что здесь хеджеры набирают покупочки и к ним можно присмотреться да подождать паттернов для разворота тем более мы опять таки ушли за пределы нижней границы рынка что-то дополнительный у нас паттерн к покупкам можно дождаться разворотного паттерна среднесрочного тогда мы можем увидеть рост цены к верхней границе рынка и вот даже ждут до 31 июля цену там возможно ждут да что цена дойдет до этих уровней еще и успеет отскочить и так же если взглянуть на более старшие таймфреймы то мы например по часу по четырехчасовому графику видим здесь замечательную поддержку здесь же у нас помним и нижняя граница рынка поэтому хорошие шансы хорошая возможность на отскок вверх и по игрокам кто у нас сейчас присутствует на рынке давайте взглянем вот этот индикатор нам показывает что у нас нарастают силы продавцов продавцов биржевой толпы имею ввиду вот начиная вот с этого движения и вот так пошло вот они тут у нас продавцы нарастают поэтому чтобы этих продавцов раскулачить где будут стоять их стоп-лоссы вот они стоп-лоссы будут стоять за этой макушечкой давайте взглянем на стоп-лоссы стоп-лоссы ну вот пока где у нас вот всплеск стоп-лоссы вот всплеск стоп-лоссов объемчики это у нас цена выходит 1.36 1.36 1.36.45 но желательно бы что добраться добраться вот до этого большого объема до этого большого объема ликвидности это у нас 1.34.80 1.34.75 что в принципе не противоречит ожиданием того что цена может у нас прийти вниз еще спуститься вниз примерно как раз до уровня второго порядка 1.34.60 и вот здесь уже конкретно искать паттерны на покупку вот это будет отличный сценарий дальше швейцарский франк франк видим пока у нас флотует в области 68% но и находится на поддержке да так вот видим находится на поддержке если взглянуть на более старшие фреймы то мы увидим что вот она у нас поддержка находится здесь но не исключено и дальнейшее падение вниз так как тренд у нас все-таки падающий и такие вот фигуры схождения проторговываются чаще в сторону вниз чаще в сторону прямой линии до например следующего уровня поддержки у нас уже идет на каком на недельном графике даже можно продлить начиная отсюда недельный график то есть возможно дальнейшее падение и здесь уже видим его хорошенечко да вот подбирали поэтому здесь можно поискать будет покупочки здесь у нас идет скопление лимит ордеров давайте на более мелких фреймах посмотрим они уже рядышком лимитники скопление лимит ордеров здесь можно посмотреть какую-то реакцию и стоп-лоски здесь и лимит ордера здесь какую-то реакцию на вынос может быть и уже не пойду даже до этих ордеров мы будем смотреть начиная уже с этого уровня здесь уже видим у нас рисуются интересные хвостики здесь отработка пошли вверх мощно и здесь рисуются хвостики то есть я здесь буду ждать захвата ликвидности по крайней мере интродейна то есть день-два мы можем увидеть выстрел куда-то в эту область вот хотя бы до этих стоп-лоссов чтоб потом если пойти вниз набрать ликвидности на этих стоп-лоссах и пойти вниз до следующих ордеров примерно такой сценарий можно ожидать вот так вот здесь опять видимо с ликвидности лимит ордеров достаточно хорошие ну и по стоп-лоссам стоп-лоссы у нас здесь имеется ликвидность большая ликвидность здесь и на 93 ликвидность поэтому вполне вполне возможен сценарий какой я описал если же такого сценария не будет как вот я описал то будем следить просто уже по факту как цена будет реагировать вот на эти области будет ли них отскок то с интродейна тут можно все равно заработать и здесь тоже это у нас уровни 93 65 93 00 следим ждем смотрим и японская иена у нас осталось японская иена давайте тут удаляем японская иена у нас тоже в коридорчике зажата в коридорчике вот у нее раз два три вот она в коридоре имеются у нас опционные уровни обратите внимание с экспирацией 24 июля прежде были уровни с экспирацией 17 июня но до них цена не успела добраться добавили открыли новый опцион как это было в прошлом опционной месяце добавили уровень с экспирацией 19 июня цена не успела до него добраться выставили опцион с экспирацией 26 июня и вот цена до них ровненько добралась отработала и пошла вверх был хороший импульс опять таки наблюдаем реакцию цены на уровень хороший пин барч и на более мелких фреймах можно было уже искать например те же самые захваты ликвидности для того чтобы направиться по тренду даже на часовом графике был тот самый похожий захват ликвидности на мелких фреймах тоже скорее всего где то будет более менее подходящие ситуации то есть можно применять свечной анализ накопление и выход прорыв то есть для успешной хорошей торговли достаточно знать расположение примерное расположение крупных денег где они могут быть и внимательное наблюдение за ценой знание каких-то минимальных паттернов обладания какими-то минимальными знаниями по свечному анализу по так называемому поэтому по японской иене наблюдаем вот за данными уровнями 106 827 106 543 они смещаются с учетом forward point в примерных областях плюс-минус 20-30 пунктов наблюдаем за ценой наблюдаем за паттернами смотрим покупки давайте взглянем на другой тип анализа что у нас здесь уровни поддержки сопротивления как я уже показывал на старших таймфреймах дневной график у нас имеется да уровень поддержки цена 106 0,0 примерно большие байлимиты тут у нас селлимиты поэтому не исключено что можем прийти вверх потом пойти вниз давайте взглянем на присутствие кто у нас имеется здесь у нас пока нет никакого-то явного преимущества ни покупателей ни продавцов но видим большие лимитники стоят большие жирные лимитники здесь же стоп-лоссы тоже жирные стоп-лоссы поэтому хорошим местом для поиска продаж будет вот именно эта область область 107.75 вот это для поиска продаж здесь глянем на стопы да здесь же они и стоп-лоссы стоят вот они хорошие стоп-лоссы для покупок хорошая область вот эта будет у нас для покупок они стоп-лоссики стоят стоп-лоссики лимитники лимитники примерно там же и пониже то есть для если для покупочек смотреть то все-таки ближе к нижней границе к уровню поддержки здесь видим скопление лимитников большое скопление лимитников относительно всех вот этих идет вот здесь 106.50 стопы стопы снесут наберут ликвидность поэтому вот так и по японцу что у нас по японцу вот видим да 107.70 107.70 а здесь 107.75 вот все в принципе вписываемся да и по опционному анализу 107.70 то есть вот она зеленая зона пошла от 170 от 170 и по расположению ордеров и стоп-лоссов тоже начинаем от 107.70 75 то есть вот хорошая область для продаж прямо хорошая 107.70 и выше для покупочек давайте сравним покупки 106.90 вот 106.82 107.83 да и здесь у нас 106.50 106.70 ну примерно здесь более размыта вот эта область поэтому на покупки смотрим как уже говорил вот эти вот опциончики вот эти вот опциончики ну а сейчас видим у нас цена подошла к уровню сопротивления историческому уровню сопротивления видим у нас идут тут хвосты длинные от этого уровня до них хвостики имеются ну поэтому если цена пойдет вниз я здесь увижу захват ликвидности хорошую картинку то можно будет открыть продажи может быть и доберемся как раз до этих уровней то есть дополнительно прокатиться забрать 40 70 пунктов вполне возможно на этом все подписывайтесь в группу telegram участие в группе бесплатное и ни к чему вас не обязывает ссылочки в описании под этим видео ставьте лайк подписывайтесь на канал всем успехов попутного тренда пока